Военнослужащие вооруженных сил во главе с командующим войск противовоздушной обороны Армении полковником Арменом Варданяном с удовольствием приезжают в нашу страну каждый год. Однако в городе над Бугом они оказались впервые. Недельный визит, приуроченный к 70-летней годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, позволил гостям посетить исторические памятники Брещины. Первым же объектом внимания стал комплекс Брестская крепость-герой. Сегодня ему пока представлена будет Брестская крепость. И таким образом ознакомится с некоторыми героическими местами, которые есть у нас в городе Бресте. Символична эта встреча также тем, что в этом году наша республика отмечает 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, что добрых слов сказано было много в адрес нашего города, нашей страны. В настоящее время осуществляется в соответствии с плана международного военнослужащего сотрудничества визит представителей вооруженных сил Республики Армения в Республики Беларусь, в ходе которого мы обмениваемся общими вопросами в организации боевой подготовки, эксплуатации вооружения, военной техники. В ходе визита, визит со стороны армянской стороны возглавляет начальник войск противовздушной обороны Республики Армения, полковник Варданян. Соответственно, два вида вооруженных сил, которые стоят на охране воздушного пространства Республики Армения. Находясь в цитадели, гости в первую очередь возложили цветы к памятнику освобождения и вечному огню. Вспомнили как белорусских, так и армянских героев, сражавшихся за победу в Великой Отечественной войне на земле Беларуси. Позже руководителями мемориала для них была предоставлена экскурсионная программа. По словам полковника Армена Варданяна, посещение такого значимого места позволило окунуться в историю, вспомнить события 40-х годов. Очень тяжелые, столько много крови, столько героизма. И все это благодаря белорусскому народу, такому трепету в отношении к своей истории, нашей общей истории. Все это сохранено и передается поколениям. Конечно, просто чисто тяжело. Вспомнил своих дедов, у меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Я уверен, что я, как бывший советский, человек, который родился в Советском Союзе, обязан передавать все то, что здесь видел, все, что сохранено. Армянская делегация уже на протяжении нескольких дней посещает исторические уголки Беларуси, а также военные части гарнизоны. Город над Бугом стал вторым после столицы Синекой пунктом визита гостей. Деловые или туристические поездки в Брест всегда доброжелательно и тепло воспринимаются гостеприимными жителями нашего города. И доказательством этому стала первая встреча военнослужащих из Армении с брестскими военными, прошедшая, по словам представителей двух стран, достойно. Больше всего запомнилось, конечно, они впервые посещают наш город. И больше всего, конечно, запомнилось то, что, первое, посещение Брестской крепости, второе, они довольны и рады увидеть вообще сам Брест. Для них Брест – это как символ подвига и героизма, который был сделан именно, осуществлен нашими соотечественниками, независимо от национальных принадлежностей, именно советскими людьми. Визит в Беларусь делегации из Армении в рамках военного сотрудничества, приуроченный к 70-летней годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, стал подтверждением того факта, что к нашей общей истории в соседней стране относятся с большим уважением. А это значит, что подобные встречи не единожды пройдут на Брестской земле.